здравствуйте 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 мы продолжаем наши рассказы про подземелья пить петербурга и его окрестностей в нашем таком специфическом взгляде археологического клуба вот и сейчас хотел бы я ученикам археологического клуба которые здесь сидят и нашим зрителям нашего канала рассказать о тех историях которые связаны с старинными крепостями этой истории северо-запада россии и якобы существовавшим там подземными ходами так вот нас на территории нашего края существует множество старинных крепостей ну кто кто что помнит а ну форты да но про форты мы сейчас не будем говорить старинных крепостей ну старая ладога скрипят мозгом карела крепость карела в приозерске крепость копорье была крепость ям что мы еще не вспомнили ивангород орешек правильно и еще но если чуть шире смотреть есть еще псковская новгородская крепости гдовская крепость ну и дальше наша крепость вороничка городище воронич которого мы с которым мы на котором мы вели раскопки ну вот если мы ограничимся северо-западной россии так вот почему я начал с того что есть потому что логика рассказов о подземелье разворачивается от того что есть мы говорили на прошлом нашем она пошла нашей записи о том что вот сначала идет какое-то событие а потом человек пытается его объяснить именно так возникают легенды о подземельях но есть еще иногда и какая-то реальная изюминка реальная какая-то история давайте переберем все основные крепости на территории вот поблизости которые есть ли какие-то с ними связанные истории есть ли там подземные ходы самая да кстати петропавловская нет немножко попозже хорошо в петропавловской отдельно разберемся потому что там реально ход есть но он очень специфический и он прямой как стрела и там у него специфический и уровень там особый то поговорим давайте сначала разберемся с древностями вот крепость карелла приозерск наш клуб туда регулярно ездит много-много лет и сейчас там появилась удивительная там в башне посадникова якова появилась в дырка дырка то в полу там всегда была сверху полу появилась железная решетка чтобы не сползали не лазали туда и надпись подземный ход и человек который ведет экскурсию обычно рассказывает там совершенно классическую фольклорную историю о том что здесь был ход через под бокс и до под протокой в соседнюю действительно рядом находящуюся там крепость детинец там на острове где сейчас санаторий и вот рассказывают о том что был этот подземный ход что шли по нему люди которые сообщили об этом подземном ходе и задуло у них свечуя или там погас фонарик и они испугались на половине дороги и пошли обратно и вот основные элементы этого рассказа являются основным элементом мифологического рассказа об подземных ходах рядом с крепостями где бы мы не есть с кем бы мы не общались как правило рядом с какой-то крепостью рождается вот идея отхода тем более что есть как правило водная какая-то пространство например старой ладоги река волхов и соответственно при рассказывают о том что подземный ход и такую же историю рассказывать что вот шли называют имя краеведа который спускался потом значит вот и очевидца до который дошел до середины почему ты обязательно должен погаснуть этот вот фонарик или свечка они должны испугаться и не пойти дальше псковская крепость там орешек и и везде везде возникают эти истории которые вот они типичные и когда ее слышишь даже уже грустно становится но вот конкретно в карелии есть же дырка в земле но было были те времена когда музей занимал еще там вот одно маленькое здание а крепостью самой никто не особо не занимался и было открыто и вообще можно было прийти и смотреть и конечно это было давно я сам сначала так вот когда ездил в археологическим клубом кружком эрмитажа так съездил потом начал возить наш клуб мы просто туда залезали и смотрели и что же мы там видели классический подвал карцер два помещения поскольку некоторое время крепость была потом тюрьму использовалась как карцер два помещения без всяких выходов с прямыми стенками совсем без всего всякого такого ну да у нас вот такие бывают перерывы потому что кто-то входит выходит это клуб они школа и так мы продолжаем про подземелья остановились на крепости карелла приозерск так вот ну нормально поймите правильно да сразу совместите в голове что там балтийский щит там граниты там скалы и если бы нужно было делать подземный ход под воксой а воксов из-за воксинской катастрофы сейчас упала на 7 метров она была на 7 метров выше да то подземный ход пришлось бы делать метростроевским оборудованием нужен был проходческий щит динамит взрывы приведу пример нужно сказать что наши предки но жившие на территории северо-запада россии но в данном случае это было тогда соседним государством швеции выборг столкнулись с огромным количеством проблем в 17 веке когда выборг перепланировывали про выборгский подземный ход мы поговорим так вот когда выборг перепланировали вот эти камни скалы на которых выборг был построен он на той же широте их было не ну город стоял очень на неудобных этих холмах их нужно было привести в порядок были огромные проблемы то что не было ни динамита никакого порохом взрывать это вообще невозможно и поэтому вынуждены были разогревать камни кострами и наливать на них холодной воды чтобы они трескались и потом их разбирали да то есть не было технологии прокладки в горных этих плотных как это костер разводить на на под рекой на глубине несколько там десятков метров но в общем это совершенно невозможная история и а ее нет то есть вот но в данном случае как мы вообще археологический клуб проверяет подземелье есть или нет мы естественно далеко не ходим потому что на все таки там молодежное объединение мы безопасно соблюдаем те правила поэтому мы находим их и смотрим глазками заходим заглядываем посмотрим посмотрели есть нет сфотографировали вот конкретно мы знаем там что есть подвал погреб карцер существовавшие тюрьмы но никак не подземный ход теперь кстати когда им сказал что значит ребят ночью ну нет там я там было не значит заложили стену ой все вот вот примерно такая история да нормальный миф что еще вокруг но там вот вот нет тем больше там вели археологические раскопки вел раскопки кирпичников раскопки сакса никаких следов подземного хода там сложная стратеграфия но никаких следов подземного хода тем более какое-то раннего не сохранилось вот никаких доказательств не существует хотя дырка в земле в подвале там дырка в полу башни есть это точно это крепость карела теперь выборг выборги нагнетают еще с там каких-то позднесредневековых времен там уже слухи ходили вот археолог тюленев занялся историей подземного хода и даже приводит какие-то документы потому что вы поймите правильно самая проблема всегда в том что если сооружать подземный ход это во первых дело производства во вторых производства работ в третьих отвалы да то есть это рождает определенный след в истории и этих следов как правило не то есть легенды и да еще никогда не пытайтесь объяснить людям носителям легенды что это неправда это бессмысленно вот если фольклорист напишет статью он никогда не будет потом читать эту статью бабушкам с которых он собирал песни это не нужно человек глубоко верит в то что там есть подземный ход единственное что его может разуверить это предложение пошли сходим посмотрим но он придумает такую причину там заложили да вот поэтому подземелье в данном случае это конечно такая тема особая вот с носителем спорить бесполезно и так выборгий была даже какая-то аргументация у исследователей но тюленев разобрал и выяснил что документы по острове материалам это ремонт выборгском замке а сама легенда возникла от того что там было помимо от самого замка мы с вами съездим обязательно выборг и посмотрите это от самого замка шел не только мост но и дамба и по этой дамбе к дамбе выходила маленькая дверца и она сохранилась дамбы не сохранилась а дверца сохранилась и вот человек выходил с этой дверцы и проходил по дамбе и выходил в город мог пройти и в такое появление оно в действительности могло родить такие слухи могло стать вот таким до зерном но в действительности тому что там знал поймите правильно да потом говорили что да конечно в граните пройти нельзя но наверное они построили герметичный подземный ход который шел как бы полводный ход который галерея под водой это надо было строить кесон строить сооружение и бороться с проникновением воды делать гидроизоляцию и регулярную поддержку и откачку воды это грандиозная стройка и следов этой грандиозной стройки документальном и в реальности нету поэтому выборге тоже нет подземного хода хорошо вы скажете мне где есть надоело уже про то что нет где есть есть такие места и это прежде всего псков и в псковские подземелья наш клуб в своем определенном составе спускался лично я могу сказать причину признаками там этот окульный город большая крепость и это как раз период когда активно используется минная война минная война мина это не мина которая взрывается мина майн это то что делается вот сама штаж шахты так вот в шестнадцатом веке это была нормальная практика делать подкопы под крепость затаскивать туда порох и взрывать делая проход так был сделан батареев пролом в шестнадцатом веке в годы ливонские войны в годы нашествия ли басы стефана батарея на псков таким для того чтобы противодействовать в период строительства крепости сначала рылся котлован и в нем делался подземный формально подземный коридор в метод открытым методом коридор и вокруг строилась стена и от этого коридора отходили галереи навстречу возможному противнику наружу крепости когда возникала опасность войны туда сажались специальные люди в эти псков они так назывались псковские слухи туда садились люди и они слушали когда начиналась осада где копают и копали навстречу и подрывали или сталкивались и начиналась рукопашная под землей да значит они это делали прямо в встречных галереях минных вот разворачивалась целая такая война это бывало и не только в россии это было для европы вполне нормальным явлением так вот вот эти вот галереи не отходящие в сторону они не были закреплены а созданы они сохранились на определенной ширине в псковских псков на территории псковского музея заповедника и они во первых просто дверь просто нужно договориться с нужным человеком который там сотрудник который открывает нас есть друзья мы много лет работы псковской области ведем раскопки нам просто какой-то момент было открыто там то ли что-то вели какие-то работающие мы просто зашли посмотрели да там такая галерея если я найду фотографии обязательно выложу фотографии там мы фотографировали а во вторых потом во время проведения других раскопок эти слухи вскрывали с других точек просто там раскопки были за крепостной стеной и тоже есть фотографии есть отчеты этих раскопок да действительно это подземная галерея но она мы рылась открытым способом то есть рылся котлованчик небольшой на глубину там может быть два три метра и в нем уже строилась каменная галерейка перекрыть и сверху строилась крепостная стена вот это действительно тот случай ну и особо стоит крепость копорья в которой нет никакого подземного хода совершенно просто там вот это поймите это вот ну это известняк этот и там но отвалы эти все были бы и вообще там глубокий глубокий такое овраг через который нужно было бы рыть сначала лифтовую шахту вниз метров двадцать потом поперечную шахту такая горнодобывающая промышленность должна была развита быть к этому имени когда там строилась первое копорье строилась какой 13 век вот это полный нонселл даже в хорошо 6 начать 16 века и зачем да зачем еще но там классная история там вот 18 века постройка она рассыпалась здание коменданта и остались подвалы и подзросло все там сверху земелька уже культурный слой есть дырка и вы залезаете в нее кажется что это реально подземелье а это просто вот подвал был ну даже такой может быть полуподвал с него даже есть выход на крепостную стену можно прорезть там бойницы есть вот выход бойницу на крепостном башне нет в стену вот и просто вот вы спускаетесь туда там две комнаты вот и можно вылезти стены такие сохранились мы регулярно туда лазаем прикольно вот но это не подземный ход это заваленные подвальчики вот да но еще вот обычно спрашивают а что там можно найти там большинстве случаев во всех подземельях где мы были было одно большое ничего такое буддистское вот ну или мусор или кто-то накакал ну вот варианты как бы ну каких-то вот сокровищ кладов увы вот вот если бегло так рассказывать конечно можно более подробно там ну вот если бегло рассказывать то примерно такая история касается средневековых крепостей которые находятся на территории северо-запада россии если что-то еще вспомню потом расскажу до свидания